ПАВЕЛ СОБОЛЕВ ПАВЕЛ СОБОЛЕВ ПАВЕЛ СОБОЛЕВ В армию вы тоже очень сильно ощутили, что школьных уроков физкультуры для того, чтобы сдавать в армии тесты и выполнять необходимые задания, что их было мало? Абсолютно. В принципе, с его призыва, это было на тот момент примерно 180 человек, все не ошибаюсь, сдали порядка десятка человек только вот этот так называемый НАТО-тест с первой попытки. Там ведь было три дисциплины – бег, скручивание, ну то бишь пресс и отжимания. И те, кто сдавали все три, сдавали НАТО-тест. Если хоть одна дисциплина была не сдана, то все, НАТО-тест тоже считался не сданным. И, не знаю, сложно сказать, но мнение такое, в принципе, школьная физическая подготовка, ее определенно на тот момент, когда я заканчивал школу, этого было недостаточно. Как вам кажется, вот то, что говорит Мартин Херем о том, что проблему можно решить, если просто увеличить количество уроков физического воспитания в школе? Действительно ли будет достаточно только увеличения часов, количество уроков? Или же, с вашей точки зрения, нужно что-то поменять в самой программе этих уроков в том смысле, что, может быть, есть какие-то физические упражнения на тех же уроках физкультуры, от которых нет никакого толка ни в армии, ни в жизни практической, а на какие-то упражнения, наоборот, стоит обратить больше внимания, чем учителя физкультуры в школах обращают? Ну, стоит обратить внимание точно на упражнения, которые повышают, в принципе, физическую силу, то есть как упражнения с собственным весом, так и, в принципе, с использованием каких-либо снарядов, то есть гантели, штанги, то есть тот же самый один гриф, который весит 20 килограмм, и его будет, в принципе, уже более чем достаточно для начинающего заниматься спортом человека. В школе, сколько я помню, как таковых физических упражнений почти что не было, скорее всего, это были занятия гимнастикой, то есть совсем абсолютно легкая физкультура. Но не могу не отметить, что очень часто были игры в футбол, волейбол, баскетбол, и, в принципе, самые игры, они повышают выносливость. Но, опять же, возникает вопрос, как это сказывается на росте самой физической силы, и мое мнение таково, что особо не сказывается. Вот иногда говорится о том, что, может быть, в школьной программе не так много толка от, например, уроков астрономии, что астрономия может понадобиться потом в жизни только тем, кто будет заниматься именно астрономией как профессией. А есть что-то, вот, скажем так, в тех же легкоатлетических дисциплинах, от чего толка, ну, нет никакого, что как бесполезна кому-то астрономия, так в армии бесполезно толкать ядро или метать копье? Или это все полезно все-таки? Ну, нет, в принципе, все полезно. Я бы не сказал, что есть что-то, что вообще не несет в себе никакой пользы. Тут таких нет просто, скажем, упражнений или дисциплин. Абсолютно все, что мы делали и в армии, и в школе, оно приносит пользу как таковую. Но в армии, конечно, с этим пожестче, и это приятнее, потому что сначала, скажем, первые месяца-два очень тяжело. Ты думаешь, что вот-вот потеряешь сознание, потому что пробежал, скажем, за 15 минут где-то 3 километра. Но по факту ты с каждой неделей чувствуешь себя все сильнее, сильнее, сильнее. И вообще, в принципе, армия прекрасное место в том плане, что люди, у которых недовес, они набирают. Люди, у которых перевес, они как раз-таки сбрасывают. То есть такой появляется некий баланс, некая равновесие. Ну вот Мартин Херем, когда говорил об этом тесте, который не все могут сдать, а если говорить точнее, то практически три четверти призывников не могут сдать, там говорится о 40 отжиманиях за 2 минуты, 46 приседаниях за тот же период времени. И если я не ошибаюсь, нужно пробежать 3200 метров быстрее, чем за 16 минут. Вот с вашей точки зрения, человек, который активно не занимался спортом, он, ну, если вот он просто вел здоровый образ жизни, иногда играл в футбол, то есть не сидел на диване, но если он не прилагал специальных усилий для того, чтобы поддерживать себя в такой, скажем так, боеспособной спортивной форме, то это просто так сдать нельзя. Я не сдал, то есть самый первый натотест я не сдал, у меня были проблемы со скручиванием, то есть упражнения на пресс, отжимания и бег удалось выполнить. Бег на тот момент, кажется, был 15 минут 54 секунды, но сейчас они, кажется, 2 секунды добавили сверху. То есть такое маленькое окошко появилось, что те, кто раньше вот чуть-чуть не успевали, могут теперь успеть. Так сложно сказать. Тут очень многое зависит от генетики каждого человека. Был один сослуживец, который вообще не занимался спортом, и он был очень худым, ну, абсолютно как соломинка. Он сдал с первого раза. Просто потому, что генетически, видимо, был очень хорошо к этому предрасположен, к таким нагрузкам. Тут, да. Вы сказали о том, что выносливость можно повышать, в том числе и за счет участия в спортивных командных играх, футбол и так далее. Но Мартин Херем вообще говорит там о 10-килограммовых рюкзаках, которые нужно нести на себе 10 километров в быстром темпе. И он говорит о том, что очень важно повышать именно выносливость. И у тех, кто призывает постоянно сдавать эти тесты, у кого не получается, предлагает ввести специальное приложение сил обороны, с помощью которого молодые люди смогут все время понимать, способны они сдать или нет, или не способны. Итак, тест на выносливость, повышение выносливости – это очень такая, скажем, энергозатратная, ресурсозатратная деятельность. Нет ли опасности, что человек, который, молодой человек, который начнет себя правильно и очень активно готовить к службе в армии, у него не останется времени ни на что другое – на подготовку к экзаменам и на подготовку к поступлению в университет? Нет ли тут вот такого опасности нарушения баланса? Мне кажется, что нет, потому что самое простое упражнение, благодаря которому повышается выносливость – это бег. То есть как минимум можно каждый день найти где-то себе хотя бы 15 минут. С утра или вечером, когда вот, скажем, после работы, до работы, выйти на маленькую пробежку. 15 минут, ну, скажем, в обычном темпе, но это где-то… Ну, 2 километра можно абсолютно спокойно пробежать, но это совсем легким бегом. И уже это будет то и сказываться. И, скажем, если начать где-то за полгода до поступления на учет в армию начать заниматься бегом, то я думаю, что за полгода можно, в принципе, увеличить, ну, увеличивать и время занятий бегом, так как и саму дистанцию. То есть нет всего 15 минут в день. В самом начале этого более чем достаточно. А потом тех, скажем, кому больше понравится, они могут увеличивать себе время. Если не нравится, продолжать точно так же бегать по 15 минут, от этого точно хуже не будет. Вот вы сказали, что вы с первого раза не прошли этот натовский тест. И вот когда Мартин Херем говорит о том, что было бы здорово, если бы все гимназисты ходили по 10 километров с 10-килограммовым рюкзаком и делали бы это быстро. Как вы считаете, вот действительно такая… такой тип подготовки, он поможет подготовиться к этому тесту? Вот как вы думаете, если бы вы таким занимались, вы пришли бы в армию состоятельным сдать этот тест с первого раза? Или это вряд ли помогло бы? Ну, здесь, скажем, сам бег с весом, да, он, опять же, он повышает выносливость, но… да и, в принципе, идет на пользу организму. Но я не вижу, как бег с неким весом может помочь человеку в отжиманиях. То есть, если у человека неразвиты бицепсы, ну и, в принципе, мышцы на спине, то бег особо в этом не поможет. Надо заниматься именно физическими упражнениями, помимо бега. Бег хорошо подходит для, скажем, сжигания веса и для повышения выносливости. Ну, а делать отжимания и скручивания – это идет конкретно работа на мышцы самого организма. И это поможет при первом НАТО-тесте. И я бы советовал заниматься этим тогда уж тоже. Учителя физкультуры, которые стали очень активно комментировать слова, сказанные Мартином Херимом, они в большинстве своем сказали, что эти слова совершенно справедливы, но в то же время указали, что, возможно, главная причина такой печальной ситуации, она совсем не в том, что в школе мало уроков физкультуры, а в том, что у молодых людей столько времени сейчас занимает телефон и компьютер, в которых они постоянно зависают, что ни на что другой у них практически времени не остается. Наверное, это тенденция, очевидно, не только в Эстонии, вообще по всему миру. Как вам кажется, есть ли вообще какая-то возможность эту тенденцию переломить? Не утопично ли это? Ну, в том смысле, что трудно заставить человека не в армии, где у него нет выбора, а именно вот даже в школе, все-таки в гражданской жизни делать то, чего он не хочет. И как вообще можно воздействовать на человека, который уклоняется, скажем так, вот от физической активности? Неужели кто не будет что-то делать физически, те дети не будут получать в школах аттестат? Ну, скажем, мое мнение такое, что это было бы несправедливо, потому что если речь идет об аттестате, то в школе, ну, скажем, какой-то ученик, он может быть очень-очень умным, он может стать в будущем гениальным инженером или ученым. И то, что, скажем, он не получит золотую медаль только из-за того, что он не сдал какой-то норматив по физкультуре, это несправедливо. Касательно, в принципе, телефонов, здесь, вот, кстати, очень хорошая вещь, которую меня научили в армии, в принципе, наши старшие, лейтенанты и вебели, что каждый человек должен сам для себя находить мотивацию. То есть если человеку нравится сидеть, ничего не делать, постоянно смотреть какие-то видео либо картинки в интернете, то пока он сам не захочет, то есть его можно, опять же, ему угрожать, ну, грубо говоря, как со стороны родителя в том плане, что будут лишать компьютера или телефона, но это мотиваторно небольшое время. То есть это все равно пропадет. И человек должен сам захотеть, а как захотеть, ну, мне, скажем, помогло в свое время то, что я был не один. То есть вот был я и мои друзья, мы вместе любили там играть в компьютерные игры, и в какой-то момент кто-то предложил, давайте все вместе в зал пойдем. Ну, и поскольку все вместе... Это вы были или кто-то другой? Нет, это был какой-то другой, да. Но когда предложили пойти в зал, то все согласились, что почему бы и нет. И да, то есть некоторые, скажем, друзья, они, как выражусь так, отвалились, они сходили несколько раз и перестали, но я и еще два моих хороших друга, мы продолжали ходить. И так же до сих пор ходим время от времени. То есть, конечно, скажем, частота, она уменьшилась, но продолжаем себя стараться поддерживать в форме. А те предложения, которые сделал Мартин Херем, и которые, скорее всего, будут внедрены уже с осени этого года, среди прочего, они предполагают значительное увеличение количества походов в школьной программе, там говорится о том, что уже в первом классе надо будет детей отправлять в походы на несколько часов, в классах чуть постарше, в походы с утра до вечера, в старших классах основной школы в походы, возможно, с одной ночевкой, а на гимназической ступени уже походы с несколькими ночевками, то есть это такие походы уже в виде лагеря. Как вам кажется, это такой действенный, с вашей точки зрения, скажем, формат подготовки к армии, или это будет больше такое, какое-то развлечение, где будут дети заниматься чем угодно, там играть на гитарах или еще что-то делать, но вряд ли постигать науку выживания. Не, ну почему? По моему мнению, это было бы как минимум интересно, а где интерес, там и хотение. То есть дети, они почему бы и нет? На пару часов выйти в лес, да, им покажется это веселье, мы ура, нет уроков, по факту они вышли в лес, они дышат свежим воздухом, то есть и все вот, скажем, вот маленький опыт, ну, предположим, первоклассник идет, он где-то споткнулся, упал, поцарапал себе коленку. Все, первая реакция — это слезы, потому что такое в первый раз. В следующий раз, там, скажем, во втором классе, этот же уже второклассник, он как-то поскользнется, упадет, опять себе разобьет коленку, реакция уже, возможно, будет другая, потому что сразу же в голове всплывет момент, когда он в первый раз упал. То есть полезное есть, и на самом деле было бы очень неплохо. Но дети, они будут все равно, то есть, скажем, с первого по шестой класс, я бы предположил, они будут видеть в этом больше развлечения, и опять же, что ура, как хорошо, что у нас нет уроков в этот день. Но там, начиная класса с седьмого, возможно, уже реакция была бы другая. То есть кто-то начинал бы думать, что, о, опять эти походы, не хочется идти. Кто-то, наоборот, вот в себе бы, скажем, раскрыл любовь к лесу и природе. То есть нет, нет, я считаю, что можно начинать сразу с первого класса. Но по поводу вот этих походов, марш бросков на 10 километров с 10 килограммами, тут я бы посоветовал начинать класса с девятого и не сразу 10 километров и 10 килограмм, а, скажем, километра 2-3 и, скажем, веса там 1-2 килограмма дополнительных. Здесь тоже важно учитывать, за какое время они должны это пройти. Если марш бросок, поход, скажем, если нет временного ограничения, то и смысла тут нет особо, потому что можно идти эти 10 километров в 8 часов, то есть останавливаясь каждые несколько метров. Если поставить временное ограничение, то будет вот некая, скажем, стимуляция. Как раз таки, ну, чем быстрее, тем лучше. Вы сказали о том, что очень важно, чтобы у молодых людей появилась настоящая мотивация. И очень похоже на то, что сказали вы. Говорили и некоторые учителя физкультуры, комментируя слова Мартина Херема. Говорили о том, что ключевым будет тот момент, когда дети начнут заниматься своей физической формой не ради того, чтобы получить хорошую оценку и не ради того, чтобы учитель от них отстал. Но вот как вам кажется, понимая, что это им необходимо, действительно нужно жизненно. Но как вам кажется, 15, 14, 16 лет — это не слишком ли, скажем так, ранний возраст для того, чтобы молодому человеку можно было объяснить, что политическая ситуация в мире изменилась таким образом, что физическая подготовка — это чуть ли не залог выживания. Не позднее ли приходит этот уровень сознательности? Как вам кажется? Да здесь, опять же, на самом деле, очень многие люди, они продолжают, скажем, полностью игнорировать всю политическую обстановку или ситуацию в мире, и они не видят в этом смысла. То есть те доводы, которые пытаются... Может, не в 16, а и в 40 лет так же думать, да? На самом деле, да. Но детям тем более это сложнее объяснить. Конечно, опять же, кому-то получится, кто-то поймет, кто-то подумает, что опять родители говорят какой-то бред, и не буду я их слушать. Здесь надо, ну, кажется так, что ребенку с самых ранних лет прививать любовь к спорту, отдавать, скажем, на футбол, на, я не знаю, тейквондо, тайский бокс, там даже, ну, не в полный контакт, на борьбу какую-нибудь. То есть чтобы ребенок, он рос все время в спорте, и у него было бы так, если он вдруг перестанет заниматься резко спортом, он бы чувствовал вот какое-то, ну, недомогание, что что-то вот не на месте. Если с детства прививать любовь к спорту, то я уверен, что дети, да и, в принципе, дети, будущие взрослые, они продолжали бы точно так же заниматься спортом. Кто-то слишком поздно начинает, но, опять же, лучше поздно, чем никогда. Поэтому, ну, почему бы и лучше не раньше? А в отличие от молодых людей, девушки в эстонской армии служат только добровольно в качестве срочно служащих. Вот с учетом этого, это его условия, этой данности, как вам кажется, нужно ли и девочек тоже в школах подвергать вот этим изнурительным походам с тяжелыми рюкзаками на большие расстояния? Или же те девушки, которые идут добровольно служить срочно служащими в эстонской армии, у них, как правило, вы, наверное, видели тоже, как это происходит, у них, наверное, с физической формой не бывает никаких проблем, или как это обычно? Нет, ну, проблемы бывают, но, скажем, в моем призыве и в призыве, который достался нам, дриль-сержантам, на обучение, ну, суммарно было три девочки всего. И девочки, они были очень низкого роста, они были такой, скажем, более такой худенькой комплекции, и они просто не справлялись нести портфель, который весит почти под 30 килограмм на спине, где-то 15 километров, а это, то есть, ну, самый первый марш-бросок, который был у нас. И там, конечно, то есть, сослуживцы, парни, они помогали, они забирали портфель, по очереди несли, но здесь возникает такой вопрос, в случае НАТО-теста у девушек эти нормативы, они более низкие, чем у мужчин. И почему бы, ну, я понимаю, у каждого солдата есть определенный перечень вообще вещей, которые всегда должны быть с ним, но постараться как-то придумать какой-то вариант, чтобы у девушек их портфели весили хотя бы килограмм на 5-7 легче, чем мужские. Я думаю, тогда уже, ну да, это было бы тяжело, но, возможно, девушки уже справлялись бы с этим. Это из личного опыта, то, что я сам видел. Так, в школе мы, в принципе, занимались почти всегда вместе, и мальчики, и девочки, поэтому и нагрузки были соответствующие. Единственная разница была, когда, скажем, парней отправляли играть в баскетбол, а девочки занимались тем, что они хотели, потому что не хотели почему-то они играть во все игры, связанные с мячом. То есть прыжки в высоту, прыжки в длину и бег. Вот это было как раз-таки у девушек. Вот мы больше, да, проводили время с игрой в мяч. Мартин Херем говорит о том, что уже после 12-й недели пребывания на срочной службе существенно повышается процент сдающих тесты. В течение последних четырех лет он на уровне 60%. Я хочу спросить у вас, что происходит в армии с теми людьми, которые остаются в этих 40%, которые так и не могут его сдать? Продолжают ли они сдавать эти тесты до бесконечности, или в армии для них находят какие-то специальности профессии, которые требуют меньшей какой-то физической нагрузки? Как это выглядит? В моем батальоне, где я служил, было правило такое. Если есть какие-то не сданные предметы, ты не выходишь на Вяле Лубу. Тебя, ну, на выходных, в общем, ты не выйдешь. И у меня... Это стимулирует очень, наверное, да? Что ты? Стимулирует очень. Очень-очень стимулировало. То есть у нас, я помню, вот первый НАТО-тест, он был во вторник, я его не сдал, и пересдача была в четверг. И я в четверг его сдал и вышел тогда как раз-таки в город. Тут было, конечно, так, что те люди, которые никак не справлялись, ну, не могли просто, ну, скажем, тоже генетически, может быть, были не предрасположены к таким вот нормативам, их все равно в итоге отпускали как раз-таки со временем. Но, скажем, если кто-то мог выйти там уже через три недели, те люди, которые не сдавали НАТО-тест, они могли выйти только спустя два месяца, когда, скажем, там полагался общий отпуск всем. Тут, конечно, проблема есть, но в армии все равны. Тут, в плане как раз-таки рядовые, если, скажем, накосячил как-то один человек, отвечают все. И было много раз так, не только связанных с уроками, в принципе, физического развития, но если кто-то один что-то не сдавал, наказывали полностью всю группу из 40 человек. И в спорте у нас было точно так же. То есть один не сдавал, и потом всем, в принципе, так хорошего нагоняем давали, скажем так. Наверное, последний вопрос, который я хочу вам сегодня задать. Когда проводятся учения резервистов в Эстонии, всегда говорится, в том числе чиновниками Министерства обороны и представителями сил обороны о том, что резервисты, а также члены КАЙТ-элит, участвующие в военных учениях, должны сами заботиться о своей физической форме. Известно ли вам, контролируется ли это как-то, и как это вообще выглядит? То есть это просто такое представление об идеальной ситуации, идеальном мире, или существуют какие-то санкции, как, допустим, в спорте, когда футболист, ушедший в летний отпуск, возвращается в первый предсезонный лагерь своей команды с лишним весом, его за этого штрафуют. Что происходит в армии? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Меня, вот, я закончил службу в конце 2019 года, за эти 4,5 года меня ни разу не позвали еще на учение, поэтому сложно сказать. Но, в принципе, один знакомый в КАЙТ-элите в какой-то период времени служил, можно так сказать, и нет никаких, скажем, санкций не применялось, когда человек был не в форме. А вы что-то сами делаете для того, чтобы на случай этих учений быть в форме? Вы как-то заботитесь об этом? Ну, к счастью, скажем, по поводу Кеватторма, извещение приходит, лишнее оповещение приходит где-то за, там, по-разному, ну, два месяца, может быть, один месяц. То есть остается время, когда можно... Остается время как-то подготовиться и морально, и физически, вот, а так, да, я продолжаю заниматься, ну, как в свое свободное время. Не очень часто, хотелось быть чаще, но спортом. Поэтому продолжать заниматься и, скажем, всегда готов. Я напомню, что в нашей студии мы говорили сегодня об уровне физической подготовки призывников силы обороны Эстонии, о том, как можно повлиять на повышение этого уровня, в том числе и за счет изменений в государственной, школьной и гимназической учебной программе. Также я напомню, что гостем нашей студии был сегодня младший сержант запаса силы обороны Эстонии Ксаверий Петров. Ксаверий, большое вам спасибо за то, что у вас нашлось сегодня время для РБС. Всегда рад, всегда рад. Спасибо. С вами был Павел Соболев. Смотрите нас на портале РУС по стиме СЕ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова